привет ребят вы на канале harddress.info и в данном видеоролике мы вам покажем какое же приложение для заметок выбрать на android для этого мы советуем вам не запариться и выбрать стандартные и соответственно самые наилучшие заметки от гугла который называется google keep обычно они уже скачаны по умолчанию на все android телефона если же у вас каким-то образом они не скачаны или вы их удалили вы можете найти их в хроме или же в play маркете вписать следующую надпись после чего мы можем заходить в заметки здесь мы можем нажав на плюсик создать какую-то заметку например название работы то есть какие-то планы на работу а здесь будем что-то вписывать каждый раз что-то писать 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 здесь мы можем поставить какое-то уведомление или напоминание данном списке чтобы например если мы здесь напишем планы на день к примеру и дальше мы будем писать какие-то планы да что ж такое надень бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла и теперь если мы будем писать здесь планы мы можем сделать так чтобы по утрам наш наши заметки соответственно напоминали нам также мы можем закрепить эту заметку теперь она будет сама вверху не будет уплывать вниз и всегда будет на самом верху также мы можем нажать сюда и добавить заметку в архив если она нам мешает можно также видоизменить как будет выглядеть заметки мы можем сделать какое-то с пунктами например какие-то челленджи которые вы должны сделать здесь можете добавить много пунктов и вот таким вот образом как бы выполнять их ставлю здесь галочку и нам будет писать что данный пункт был выполнен также здесь есть настройки для этого мы слева нажимаем на три полоски тут напоминание есть ярлыки мы можем создать новый ярлык у меня уже есть здесь например ярлык выглядят они вот таким вот образом можем открыть их и посмотреть что-то или поделать что-то с данными ярлыками здесь мы будем видеть в архиве все архивированные заметки вы сюда можете закидывать заметки которые вы не хотели бы удалять но они вам мешают на главном столе поэтому можете закинуть их в архив а потом в любой момент нажав здесь их восстановить из архива в обычный режим также здесь есть корзина тут будут показаны заметки которые вы удалили они здесь будут храниться около месяца после чего будет полностью удалены с телефона а также настройки корзины мы можем поставить здесь темную тему вот такую вот офигенную мы можем включить перед просмотром ссылок мы можем перемещать отмеченные пункты как видели когда я поставил галочку в конец мы можем добавлять новые пункты в конец или они будут добавляться в начало здесь также выбираем и также разрешить совместный доступ это например если у вас к данному google аккаунту могут подключиться несколько человек то соответственно все смогут посмотреть заметки или мы можем выключить данный пункт также мы можем сделать заметку с их фотографией назвать ее как-то и после чего у нас появится заметка с фотографией вот такая вот крутая и на этом все если у вас есть какие-то вопросы то пишите их в комментариях подписывайтесь на канал ставьте лайки пока пока